Баня у нас, вот эта, которая была не первая, ты этого даже знать не знаешь. Задача при постройке бани была следующая. Первая, она должна быть рядом с водой. Ну вот и думаем, где вода. Второе, баня должна быть невидимая. А в то время, там где трасса, там машины шли. Понимаешь, какие задачи сделать? Баня была невидимая. Ты вдумайся в это. Теперь, здесь рядом пастухи. Какой строительный материал? Ты ничего во внимание, ты не берешь. Теперь, куда вода эта должна вдеваться, которая в бане-то вода? Теперь, а если это в вечернее время, какой свет-то может быть? Это значит, врытая в землю. Земля обсыпается. Как, чтобы не обсыпалась? И можно было попариться. Зимой туда приезжают охотники и живут. И прожли весь наш котел, но он не залитый. Но они там живут, топят и дрова наши там... Но мы знали, старались не трогать. Вторую, более обширную баню сделали на том же месте. Тогда был еще один Сергей, полуглухонемой такой. Не знаю, захватил, нет-то его. Не был громадный, я помню. Ну вот. Но об этом же написано в книге, для слова Божия, не туз. Об этом все написано. Зачем еще заповторять? Подождите, Нина Александровна. Вот, по порядку. Мы там строим. Баня эта нам далась нелегко. Какие балки, откуда. Как сделать, чтобы не прожигало. Там где-то валенки просили, привезли. Вокруг трубы, там чего только не было. Баня была сделана. Дети там мылись. Какой порядок? Я написал это все и даже... Книги у меня, кажется, в первом доме указаны. Какой порядок? Я должен был под контролем. Тебя это ничего не касается. Ноги чистые. Ну, понимаешь, ну, это проще всего сказать-то. Баня уже была. Это не государство. Дальше. Проходит время. Слушай внимательно. Тебе это сгодится. Мы находимся сейчас в одиночном месте, таком пустынном. И ты все равно, я против, меня напрягает. Да какое-то доказательство. Ты против, тебя напрягает. Ты ни в какой разговор тогда не ввязывайся, чтобы напрягает. И за свои слова отвечать надо. Наталья настаивает на том, чтобы Витя... Она за Витю борется. Чтобы Витя не ходил по дворам в баню. Мысль-то хорошая. Баню строят здесь сначала дробот Андрей. Там курятник уже был. Я не знаю, кто курят там разводил. Ну, курицы там были. Витя уже жил. Я не знаю, еще и курицы были. Ну, теперь. Баню мы построим. А где воду брать? В колодец выкопаем. Выкопаем. Что она выкопает? Все время болеет. Слабенькое здоровье. Ну, выкопаем. Мы выкопаем. Кто мы? Никого нету. Я спрашиваю Витю как. Да, Витя, ну надо, конечно бы. Ну, как. К бане-то надо котел. В бане надо крышу, надо шифер, надо доски. А если ничего-то нет? Это не разговор. Это дело. Я говорю, ладно, сделаем. А воду брать будем у Глушковых. А детишек много было. Но ту баню пока не ломать. Держать ее. Делаем баню, то и моемся. Эту баню мы сделали. И делал ты, помогал. Ты это хорошо помнишь. Когда глина прилипала к лопате, ты говоришь, а поставить ведро с мазутом, в мазут, чтобы она отлетала. Твое предложение? Ну, смазывать чем-нибудь. Там, я не помню, мазут или там что-то. Ну, чтобы глина не прилипала к лопате. Ты выкопал эту сточную яму. Так было? Копал я. Яку. Копал. Дети подносили с цепочкой из колодца. Таскали у Глушковых. Какой колодец? У нас его не было. А ты говоришь, а сначала... Хорошо. Я в хронологии могу... Это большое, это важное дело. Важное. Она говорит, мы сделаем, мы его не сделаем. Баню тоже не сделаем. Я утром встал, начал копать. Выбрасывать все из бани, подготавливать. А они еще там где-то спят. Утром встали, площадка уже готова. А тогда делали разговор. На Таллина там ни одного гвоздя не было. Конечно, ребята тут стали помогать. Теперь колодец. Колодец нам не сделать бы без Павла, брата моего. Он там треноги установил, таллил разное. Я еду в город, в ТЭЦ. Договаривались кто-то мудрики или кто-то командует. Вот один они пьяный приехали, расколотили. Я иду в краевую администрацию договариваться о крупнозернистом песке дренаж сделать. О гравии. Тут придут самосвалы. Ты ничего этого не знаешь. Знал ли? Я знал, вы это все говорили. Это не просто слова. Побудила вас, Наталья, и не только потому это сделала, чтобы мылся Витя. Я могу вам рассказать шире. Да. Каждый год вот эта баня, которая была, она обваливалась, потому что зимой снегом нанесет, там начинает все это, вода уходить, размокнет. Все это, мы приезжали с Натальей и здесь работали для того, чтобы восстановить баню. Это было первое. Предбанник, не в баню. В бане ничего не падало. Это предбанники. И в предбанники, и в бане стены слазили. Стены были обложены шифером, они совершенно не прикасаемы. Внутри, я штукатурил и забыл. В самой внутри бани были вбиты колышки в грунт. И это обмазано самоном и заштукатурено, сделано по... И шифером покрыто. Вот. Стена. И предбанники там. Мы усиливали потом, Миша церк балку ставил, потому что все это прогнулось. И мы, прежде чем приехать и запустить лагерь, мы тратили очень много времени, там, по-моему, неделю мы с Натальей работали на бане. Потом только мы переходили на лагерь, на кельи и на все. И Наталья просила, давайте сделаем баню нормальную, чтобы она не обрушивалась ничего. Ну, чтобы не было потери такой времени. Орна разговаривала с вами, разговаривала. Наконец-то вы согласились. Как что значит, наконец? Это означает, Витя поселился здесь. Этот домик я выкупаю, который строил Андрей на мои деньги. Брус мой был, материал весь мой был и шифер, и все. Виктор предлагал вам сделать баню за свои деньги. Мы хотели вложиться. Вы сказали, нет, я будем делать из того, что есть. И сделали по вашему проекту. Это означает, дверь косая, забита, но держится крепко. Сколько Наташа претензий? Какая дверь, какая дверь? Ну, в ванной и двери. Все сделано грубо, некрасиво. Наталье это не нравилось. Ты давно это узнал? Это с самого начала это было. Беседы, недовольство. Ты мылся в бане? А? Мылся в бане? Конечно мылся. Понимаешь, даже я не знал, как ты жил с это время с такой тяжестью в сердце. Никакой тяжести не было. Я не могу нарадоваться на баню. Какие двери? Оказывается, он заходил и пинал ее. Нет. С одной стороны привал, с другой пинал, кулаком. У меня тяжести нету никакой. Сделали, как вам нравится, пожалуйста. Да как надо. Главное, не упускай жар. Жар. Больше никакого требования к ней не было. Единственное требование, чтобы она не жала жар. Дело это не в углу делалось, это делалось при мне. И мы хотели сделать нормальную баню, вот по стандартам. Кто мы? А ты поописи, что понятно. Там был Виктор, я, Наталья. Почему не сделали? Да ничего нету, пустословие одно. Ну и я, Виктор. А ни одного гвоздя не забито. Как не забито? Да где забито, пока не начали делать. Вы вклинились в работу, начали работать. Вы не работали. Мы начали вам помогать сразу. Обожди. Вклинился. Кто, я вклинился в работу? Вы захотели быть участником и начали работать. Как вы участником, когда вы ничего не делаете? Как мы не делали? Какой участник? Как только было приносить. Вы не остановились. Вы гвоздя не забили, ни одной лопаты земли не выбросили, и я вклинился в вашу работу. Я говорю, в бане, в бане, участие ваше было, когда уже я делал, В баню я крыл с Виктором, мы рубероидом крыли. Вопрос, конечно, яйца выйти на него не стоит, но как бы это... Как это интересно выдвигаешь. Мы крыли с Виктором баню, вы нами управляли снизу, там были трудности, жарко было, это отдельно. Дальше фронтон зашивали, но участвовали в бане как-то, так или иначе. Вы не знаете даже в доску как прибить. Учились у вас. Учились усилия, я поступил, одному дал прибить столб и доску с той стороны, так он через столб 200 гвоздь, чтобы протянуть доску с той стороны. Игорь, просто Витя с этой стороны делает, бьется, 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 две доски испортил, не пришил. Я говорю, что такое, я не знаю, как зашить. А ты с этой стороны зашивал, где у нас сейчас кино смотрят, сколько там бился-то. Простой гвоздь забить не может, я подойду так, здоровые дядьки, доски не можете прибить. Дело в том, что вот вы деревенский человек, деревенский. Я профессиональный строитель. Подождите, это совсем другое. Профессиональные строители не всегда так делают. Вот я тоже уже профессиональный строитель, потому что мне почти 40. Дело в следующем. Вот из вот этих бревешек делать, вот из этого вещества подручного, из клена, намного тяжелее, чем из нормальной доски. Прибил ее или пришел. Вот, смотрите, причем, так как у нас мы стараемся все делать экономно, гвозди были после вывода где-то, выпрямлены, и мы ими работали. Конечно, такой гвоздь сложно убить. Вы профессионал в этом деле. Я вот в эту доску, конечно, с трудом побью, но если бы это был новый гвоздь, его было бы легче. Но самое главное, что... То есть там какую-то кривую доску как-то прибить, вы это все состыковали, конечно... У нас нет другого материала, это миленький ты мой. Но мы что найдем в лесу, хлен, другого нет строительного материала. Согласен, согласен. Вот он, на глазах. Мы используем материал подручный. Это у нас как бы в законе таком, что использовать экономность... Вот эти балки над нами, откуда появились? Ну, балки какие-то обточенные, я не знаю, откуда они появились. Да, не знаешь откуда. Твоего-то здесь нет еще. А откуда вот эти балки появились? Ну, балки, конечно, это уже фабричные какие-то. Это все с разных мест. И я должен был на обмен бартер делать. В то время. Игнатик, вы молодец в том плане, что вы видите, вы можете из... Ну, есть плохое выражение, назову там, из говна конфетку. Вот такое есть выражение. Вот. Но для этого нужно владеть вот этими методами. Уметь вот это все кривизну объединять. Мы когда хотели, предлагали вам баню сделать, собраться, взять нормальный материал, калиброванный. Калиброванный, то есть выточенный, чтобы получился как... Почему не взяли? Потому что вы сказали, не надо деньги тратить, давайте сделаем по стоимке. Их не приедет ты, давай. Деньги все равно какие-то были. Ну, никакие. У тебя их сейчас-то еще нету. А тогда у тебя вообще ни гроша, ни шиша. Ну, кто бы делал-то? Наталья Зима уходит, я должен был ей, чтобы на пенсионный комп деньги где-то изыскивать. Заработать, чтобы за нее вносить. Чтобы она, кстати, была не за бортом. Ну, по бане делал отдельно. Мы сейчас говорим о чистоте. О чистоплотности, чтобы дети были чистые. Дети чистые. Наши дети чистые. Если ребенок заморал свою рожицу, подошел и вымыл. Я за этим свяжу. Пусть на такое ходим. Придет время, искупаются, и еще нет. Ну, мы живем в городе по другим принципам. У нас дети моются, чистятся. Вы из больницы не вылезете со своими принципами. Дети ваши не здоровее, а только больнее. Болезней нет. Я не знаю, какая из города приехала, а какая выезжает сейчас. Понимаете, это природа. На природе по-другому не мало. А в больнице мы починили. А зачем вы городские свои мерки? Применяйте в деревне. Надо мыть каждый раз, каждую минуту. Ноги, лицо. Да только дело. Она пришла. Ну и что, она наоборот интереснее выглядит. Индивидуально. Ее видно. Почему я дорогой каждый день, два раза почти, прощелся насквозь собаку, щесал, щесал. Сегодня спрашиваю, Сергей, ты сколько раз щешешь? Она зачем? Волос вам мешал в кабине, а здесь они мешают. Все, ответ профессиональный. Мне там надо, вам в городе, может, там это и надо. Вы перед другом трясете, чтобы кто плохо не сказал. А я не смотрю. Я босиком шпарю по респекту Ленина. Иду в городскую администрацию, в прокуратуру босиком. И вот в этих штанах. Вот. Посмотри, что было видно. Тебе сейчас за тысячу рублей тебя не одеть и босиком по городу не пустить. А мне нужды нету. Никакой. В городе мы так не одеваемся, потому что все должно быть благоприлично. Я участвую в рабочей одежде, там пятнышках. Я тебе говорю, я в городе так одеваюсь. В городе. Это моя городская одежда. Ну, это ваш принцип, понимаете? Вниматель. Я, знаешь, были хиппи, которые протест против вот этого залезанного общества. Кладевались там протертые джинсы, порванные. Вызов в обществу. Я этого не делаю. Я живу так, чтобы каждую копейку направить на небо. Вот как. И ты тратишь на себя больше, чем я. Ты должен это понять когда-то. Я никогда в долг не лезу. У меня есть все. И не только один. Но вот смотри, сколько их. Какой год они в четвером уже здесь у меня. Вот они. Их надо занять. Столы эти достать. Найти, чтобы друзья были, товарищи. Ты все время один приехал, один уехал один. Больше никого нет. Ты маленько так сравниваешь. А почему ты так делаешь экономию? И они видят это. Смотри, как интересно. Глянь. Она между ними. Ты погляди просто. Ты можешь это создать в своем квартире? Дело в том, что у нас как получается? Крошки вот эти стоят. Крестьянские друзья. Вот гнухи там. Загуляевы. Мы можем. Я приезжаю к ним в гости. А Кирина у них играет. И все. Сотовый? Погоня. Погоня. А что, что она не слышит? Говори. Я стар. Я слышал, сейчас приеду. Отец взял, дал. А в них под шкурой там столько червей. Вот даже не прикоснулся. Я... Ну, а я пошел. Ладно. Сейчас. А Кирину спросите, чего ей надо? Так, поехал. У батюшки Игорь заколол 8 ножек или 6 ножек. Шарику привезу с Ешеньки. Ну, все. Будет радоваться. И еще бы. Так, Игорь. Научись жить экономно. Ценить то, что есть. Благодари Бога за ту баню, какая была. За ту, которую построили. Участие в копке колодца твое великое. Я не копал колодец. Ты не копал. А на такой глубине это Павел. Мы все там перебывали. И как это поднимать надо было? Таль. Это очень... Такие кольца Павел сделал. Это Павел все сделал. Электричество в лагере. Его не было. Не надо считать. Столбы вот эти вот. Тут когда-то работали на железной дороге. Я их нанял. А они мне поставили. Я рассчитался. А Павел полез, ставил. Павел, ты не лазил ни одной... Я последнее время я даже лазил. Вот на макушку столба. И вот здесь деревья опилят. Тебя здесь не было, сынок. Мы смотрим не на это. Нам нужно оптимально войти в то, чтобы мы были живы, здоровы. И нам больше ничего не надо. Ну, вокруг-то глянь. Какая-то вот вопиющая беднота. Из чего сделаны слеги. Вот такие... Ну, из чего крыша-то сделана-то. Кривые палочки. Мы их всех отёсывали. Отпойдём со мной дальше. Пошли. Молодец, подойди сюда. Ну, это не изначально. Без косинь вашего арбана. Игорь, зайди сюда. Понятно так. Вот, посмотри. Вот это большой зал. Посмотри, какой он. Какие нормальные столбы. А как это было просто? Поставить их. Да их надо было найти. Я должен был выменять. Поехать в Шарчино. Что-то покупать. Глину копать. Воду бочками оттуда возили. Здесь копали, топтали на конец. Солому как достать. Вот она, смотри. Посмотри вовнутрь. И гляди. Ну, вот смотри, еще сделано. Вот какие палочки. Но их очень трудно такие сделать. Это в пруд убрали. Сзади сюда. Вот она, гляди. А сверху глина. Глина с соломой. Вот как она на чём стоит. Ну, глянь, какие столбушки-то. А это ребёнку как залезти. Это лук как стрелять. Ты это не сделаешь. Вот они стрелы. Да сделай так, чтобы не поранить друг друга. Посмотри. Ну, надо сказать, что надо вот так вот выхудягивать. Не надо, не надо. Вот оно как есть. Теперь посмотри, сколько здесь у меня гвоздей. Вот они. Посмотри, Володя. Погляди. Мы всё это бережём. Выправим и сделаем. А из-за чего? Из-за того, что мы бедные. Проходим дальше. Вот где находятся наши сёстры. Погляди. То, что вокруг деревья растут твоё какое участие? Никакого. Почему? Поливал. Ну, поливал. А как вы думаете? Поливка это главное. Посадить-то что? Ну, что ты с него возьмёшь? Деревья ты не поливал. Ты поливал ягоды. Что ты в деревья-то присуседился? Посмотри. Вот где-то. Это на крыше я стоял и размазал. Помогал Николай Киричков. Вот это каждую палочку надо было найти. Более-менее прямую. Очистить. Посушить. А потом положить. Вот зайди сюда. Посмотри. Вот он. Давай. Ну, скажем так, вот в этой кельне была построена примерно 20 лет назад. Вот посмотри, какая она из чего стоит. О, вокруг. Погляди. Какие окошки. Я размер должен был сделать. Заштукатурено с двух сторон. Пришёл Шойхет, когда здесь был первый зам главы администрации Алтайского края, Яков Тахманович. А меня за это били тут. Да вот оно сыпется. А нельзя прибивать-то, потому что сразу мышатник образуется. А как? Да ничего нету. Но 20-то лет. Вот смотри, сколько. Раз, два, три, четыре. Четыре места. И внизу четыре места. Восемь человек. Ну, нынче мало. Тут уже уехали. Вот они где. Посмотрели. Чистая простыня. Все. А когда-то мы спали только в соломе. Вообще, вот как одевшие. В соломе разгребли маленько и залезли. А день где-то ходим. Ночью опять залезли и все. В одном поле, на другом, на третьем поле. И там нам не разрешали даже быть, за нами гонялись. Вы ничего во внимание не берете. Тарахтите и тарахтите. А потом, когда вот уже дело дошло, что потеряевка, вот тут мы начали делать. Вот здесь вот ни одного часа ты не работал. Вот все до одного столбушки я ставил. Это моей рукой. Балки вот эти. Это все сам ставил. Вверху каждую вот эту вот. Все до одной палочки я сам оскабливал. А внизу топтали на коне. Помогал Николай Киличков. Теперь я сделал между этими. Стали заглядывать. Пришлось заколотить окошки. Вот между ними. Видишь, какие маленькие окошки? Платье. Смотри, как висят тумбочки. Вот смотри, какие тумбочки. Повернись. Полки. Закрыто все. Половички. Что еще надо? А вот дверь не такая. Ты просто похабнищаешь. Игнатик. Дверь хорошая. Слушай. Слушай. Или на улице ночуй. Не поноси то, что сделали другие. Власть. Я ни разу, ни к кому из турок не придрался. Смотри. Закрыть. Пожалуйста. А почему здесь ямка? Потому что осадка идет. Осадка. Вот она. Пожалуйста. Здесь вторая, куйкеля, третья. Идем дальше. Виноград на столе. Давайте так. Уточним. А? Уточним. Виноград на столе. Наталья, это все на столе. Это все на столе. Вы третий год были в поездках. Третий год. Ее там, которая сажала, все это ее. Вот теперь смотри. Третий год. Давайте так. Посмотри. Когда... Внимательно посмотри. Я понимаю. Ты видишь, из чего сделал? Ты догадался сделать из этого? Материала нет ни одной доски. Наконец мы нашли под травой, под землей, там, где был забор на разъезде. И оттуда мы выкопали доски, которые нужно, чтобы палате сделать. Нары. Вот она, палате. Палате. И вот как сделано. Но дети учились доброте. Однажды здесь, когда было открыто, ласточка свела гнездо. Его нету здесь. И мы решили келью отдать ласточкам. Дальше. Идем сюда. Теперь вот такие доски. Зачем все. Это все было открыто в веке. У нас не было закрыто ничего. Кухня была примерно в четыре раза меньше. Теперь смотри какая. Тут Олег стеня этот. Стеня, он говорит, вот в локтя я помогал. Теперь гляди сюда. Заходи. О, погляди как. Твоя дочка здесь лежит. Ну, наиболее чистая келья, скажем. Наиболее чистая келья. Видишь, уже из досок. Появились доски. Твоей доски ни одной здесь нет. В лагере все абсолютно, все до гвоздя мне принадлежит. Это я делал. А вы рот развиваете только так. Пузыри пускаете. Главное, что не на улице. А дальше палатки, которые снимали. Мне арты и помогала зеленая. Мне помогал там Хромов. Анатолий Петрович, патриот. Вон, гляди как. Какие окошечки. Как в них можно смотреть. Какие вот эти, выходи, башни построены. Твоего здесь нет ни одной палочки, ни одной ступеньки. Да дело не в этом, что моего-то нету. Нету, нету. Еще раз говорю. Вот это вот келья, смотри, с той стороны надо было как сделать. Гляди. Вот она. Там печка идет. Вон она идет. Я заложили сейчас там. Вон она, видно. А где железо взять? Мы все окрестность ходили, искали, распрямляли, что где брошено. Там идет внутри коров. Он нагревается, сушится. И вот она труба с этой стороны идет. Посмотри, какое искусство. А здесь, здесь пекарня. Две русские вещи сделаны. С подогревом. Две галанки одновременно. Какие трубы, откуда принесли. Вашего ничего нету здесь, совершенно. И какую-то трубу нашу, я даже не знаю, чему она принадлежала. Игнатьевич, вы меня представляете, что я тут критикант пришел и критикал в лагерь. Да, только хулитель, хулитель притом. Подождите, остановите. Смотри сюда. Чтобы сделать вот этот вот, называемый, развес. Вот, беги ходят. Идем сюда, молодежь. Сойдем. Подведи. Вот они поднимаются. Вот сюда, подойди. Вот они поднимаются. Чтобы не падало, я должен найти скобы, скребить. Они учатся по этому ходить. Каждый год тут ремонтируют. А ты нынче, Володя, там что-то добавил. Вот это все вместе 75 метров. 75 метров. И смотри, какие столбы. Это надо было найти, покупать. Все это сделано. Да. Ну, какое оно слабенькое. А ты вон туда направь маленько взор, где наш костер-то. Посмотри, какое сооружение грандиозное. Там ни одной палочки твоей нету. Понимаешь, нет? Скажи. Я не могу позволить тебе хулить. Там, где сотни, тысячи детей дедослужили. Послушайте, я не хулю, во-первых. Не надо, не взяли. Теперь смотри, какая башня. Вот, посмотри на этот. Веди. Теперь мы делаем городошные площадки. Я один, никого нет в осени. Копаю, вот они. Какие места. Камнем забиваю. Это кто-то заезжал, видно, на машине обломили. И после этого цементирую, да мало того, еще железню. Теперь в городке играют. Ни одного человека здесь не было. Ты, может, где-то помогал, какую-то там ограду или что-то делал. Игнать Игоревич, давайте по порядку. По порядку, идем дальше. Мы постоянно работали на ремонт лагеря. Группы приезжали и работали. Пойдем сюда. Ремонтировали. Ремонтировали. Обвалилась келья. Вот это, видите, обшарпа. Не надо за того делать, что ты тут все... А-то я вклинился в вашу работу. Ты вот что городишь. Да я говорил-то про баню. И про баню так же. Вашего там только крышу. Вот сейчас за время облупились вот эти стены. Это все надо уже переделывать, ремонтировать. Где переделывать? Покажи, сейчас насчет рукой покажешь. Посмотрите. Видите, бумага облупилась. Что? Ты к этому отношения имеешь к этому? Обшивали вот келью эту. Вот это рядом стоим. Ты имеешь к этому залу отношение? Я к ремонту имею отношение. Не имеешь, даже к ремонту. К ремонту. Только к ремонту. К ремонту никакого отношения нет. Оно сделано и стоит облезвлено. К ремонту мы делали. Вот это делал. Приезжали. Вот это вот. Ремонтировали. Мы... Вот это ты делал, конкретно скажи. Я не делал, но ремонтировал. Ремонтировал. И не ремонтировал. И не ремонтировал. Ты мог ремонтировать вот в том теле. Вон ту. А эту нет. Я ремонтировал. Теперь смотри, Игорь. Погляди сюда. А ты из города я привез. Из города. Качели. Пошел, договорился. Дети любят качалки. Там кровать, видишь, как сделано? И они прыгают. Ты их не зарывал. У меня за них еще тут были конфликты. Дети любят прыгать. Хадули. Дети что любят, я стараюсь сделать. Вот где на лошади катались. Покажи бум. Вон он где бум. Погляди. Ты глянь вокруг. Тебе это на 150 лет хватило бы работать. При такой работе. И притом никого нет образа. Вот так. Пройди сюда. Посмотри, какие качели. Такие гигантские качели. А здесь у нас было, поднимались шестые. На шесте и на канате. Взрослые. Оно все сгнило. Ты там, видите, это, Володя, закрепил? Все. Какие столы, как на тарзанке. Вот они залазят, вот, между ног. Куда. Вот эти вот веревки, это альпинистки. Это я покупал сам. Покупал большие орлоны. Везде, везде, везде. Все это надо было найти. И как это? Когда дети отдохнули, уехали, выросли, а вы начинаете хулить. Я не позволю этого никогда. Я не хулю. Я могу сейчас сказать, что все постепенно приходит в упадок. И это надо восстанавливать. На сегодняшний день мы видим, что многое в упадке, и это надо восстанавливать. Вот все, что я хочу мысль донести. Что в упадке конкретно? В упадке то, что облупились стены. Там кельи надо... Вот вы сейчас зашли, не метеные. Первое. Пещи развалены. Все это прибирается. Пещи развалены. И что это такое? Это ребятишки играли, прыгали там. Пещи развалены. Такая беда. Где они развалились? Келью. Построй сначала келью. Вот это, где ты ходишь, сейчас пирс. Это труда невыносимо много. Ну и платину-то, как было труднее нам делать. Нанимать технику. Платили, коров резали, ребята. Здесь участвовали. Мы бетонный, когда слив делали, приехала экология, сказала, везде прорывает, у вас прорвет. У нас не прорвало. Они убеждали, что это все на один год только. А вот тут уж 20 лет все стоит. 20 лет. Ты вокруг посмотри только, какая красота. Я все смотрю, Игнатьевич. Ты не можешь восхищаться этим. Я восхищаюсь. Мы, послушайте, не надо путать. Когда мы... Это был полевой лагерь. Его с каждым годом улучшали. Если он ухудшался, его восстанавливали, красили, белили. Я был участником ремонтов, чтобы восстановление. Пошли дальше. Вот. И поэтому сейчас я вижу, что лагерь требует капитального ремонта. Не требует он этого. Не требует. Он требует отдельное место, чтобы были деньги, которые построили корпуса в деревне. Это оставили как музей. Самые невыносимые годы перестройки в советское время. Нас преследовали. Мы уезжали. Нас 18 раз сжигали дотла. Ты к себе примерь, что это было бы. Мы приезжали. Ничего нету. Только лежат обгорелые там гвоздики где-то. Мы становились с детьми на колени и плакали. Ты ничего этого не знаешь. Ты пришел, когда уже палатки стояли. Когда кельи были. А кельи-то вот так нельзя было покрывать. Шифером. Почему? Мы уезжали и бросали. Мы должны были накрывать и потом прятать. А вот где столбы стоят, вот здесь избушка стояла. Прямо вот рядом. Здесь пастухи были. Вот здесь вот корченские стада были. И когда пастухи спали часа в три ночи, мы все паковали и уносили далеко. Там, где берем малину. И там бывшие склады. И там ямки. И мы зарывали туда. Все это. Сверху травы всякой натаскаем, чтобы никто не знал. До следующего года. Приезжаем. У нас или сгорело там, или промокло, или что-то. Но что-то сохранялось. Представь, мы приезжаем каждый год с нуля. А нынче-то все остается. Что ты про это говоришь? Ты появился здесь, когда уже Потеряевка была. Да, Потеряевка была в 91-м году, а я появился в 94-м. 20 лет назад я появился. Потеряевка 23 года существует. А я говорю про то, когда ничего этого не было. Когда тебя преследовали, давили, и мы выстояли. У нас под землей здесь церковь была. Мы здесь молились. Мы долбили ночами под землей все. Я про то не знаю, как я там не был. Я тебе рассказываю. Где Келя? Борсущая нора. Но в борсущую нору надо было пролезть. И там расширено было настолько, что стояло на столбах. И там продукты хранили. Это все в фильме показано. Ты ничего этого не знаешь. И мы говорим, лучше, во-первых, нет взято. На пределе возможного было. При властях. У нас было примерно здесь хронов 5 или 6. Дети заходили копать, помогали. Взрослые дети-то там приезжали с армии. С закрытыми глазами. Никто не должен был знать. Вел их один поводырь. Я должен был усталую систему предохранительную придумать. Как? Они работают. Тут иногда проезжают Корченские. Вот эта трасса была желтая, где машины здесь шли. Это машина, официальная трасса была здесь. И надо было, чтобы никто не знал, не увидел. И они работали в разных местах. И потом завязывали глаза и снова их выводили. И ни один не знал, где показать. Он не мог показать. И КГБ каждый год приезжало, щупами прощупали, все искали. Старую обувь сожгли мы. Ну, вон там он. И зарыли, раскопали. А к подземлю тут они не могли. Они ленивые. Там были бревна. Надо было вытаскивать. А там, когда бревна вытащишь, там обыкновенный погреб был. Но если картошку выбрать, в одном месте стена поворачивалась. И тогда открывался тоннель со светильниками. Ну, во сне не видали этого. Плохо. Это на земле и под землей у нас работа шла. Однажды приехал не кто-то, а первый секретарь райкома партии. Ну, автобус. И привез учителей, работников цельсовета. Два автобуса, кажется, пришло показать. И показать, кажется, Куфаев был Владимир Алексеевич. Потом он замглавой администрации края был. Прекрасный человек, хотя он и коммунист. И он решил показать, как можно жить без помощи государства, не вытягивая. Интересно. Он остановился, вот здесь вот автобусы стоят, люди стоят там. Он подошел, а сколько у вас людей? Ну, я говорю, я не знаю. А почему? Я говорю, каждый день прибывают и убывают. Вчера 72 человека приехало. 72 с поезда сошло. Ты даже представить не можешь, сколько. Всех надо было накормить. Там коров держали. Каждый день туда ходили за молоком, банками несли оттуда. Хлеб покупать надо было с поезда. Когда вообще ничего не было, мы сказали здесь, ну, примерно сколько-то. Ну, я говорю, сейчас. У меня рында висит, я ударил в него. Он глянул, у меня сидят тут ребята, соскакивают. Там эту как раз делали, вот эту муторакань. Оттуда прибежали в глине, все в строй встали. Он говорит, вот это дисциплина. Ну, посчитали сколько, 95 человек. Обиходить надо их, накормить, создать безопасность интересным, чтобы никакой пакости не было. А рядом пастухи. Мы такие вывешивали тут одеяло, там не видно, где было. Дрова заготавливали, ловили рыбу, сушили. И русская печь стояла здесь посреди степи под открытым небом. Вы ничего этого не знаете. Игнатьевич, когда я был, ну, скажем, мне было лет 20, я к этому относился как к игре. Я приезжал сюда, бегал, тут не было даже пекарни. Ну, интересно было, пекарня была всегда. Нет, пекарня была, но она была под открытым небом. Под открытым небом, а где больше? Я еще это застал. Для меня это была игра бойскаутская, я любил это. Это был для меня туризм. Туризм, настоящий христианский туризм. То есть, вышел, вот. Я учил брать обыкновенные коровьи и лепешки, и бежишь дорогой, ты положил две, по ним найти, куда ушел человек. Это скаутская игра. Я все эти наизусть знал. Городки, ходули, это все было. Тут такие игры были. Ну, представь, юноши, Виталий там с армии пришел. Из армии приехало сразу на время на человек 10. Это молодежь была такая. Потом, когда все это разделили с Украины, там, допустим, с Эстони. Первый, единственный лагерь в России. Зачем бы нам первую премию международный конкурс предоставил за фильм «Пречувствие» режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич, красноярский филиал Свердловской киностудии документальных фильмов. Первая премия документальных фильмов о православии. Значит, они увидели это. И говорить какие-то слова тут ничего. Ты ничего не можешь сказать, кроме благодарения Богу. Мы выстояли. Предателей среди нас. Не нашлось ни одного. Ни одного. Допрашивать что-то, говорить. Дети отвечают, вам охота поговорить, говорите. Спрашивайте любого. Так, он подошел. А эти стоят, смотрят. А нашим работникам можно зайти? Можно. Так он, говорит, собрал потом всех там директоров школ и всем рассказал про это. У нас тогда уже свои соратники были. А это главный коммунист. И он во всем районе, говорит, вот я был где. Люди живут интересно, красиво. Ни больных, никого нет. Сами работают своими руками. А тут дай, 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 дай все время. Почему они не просят? Я хочу спросить. Вот если бы сейчас пришла молодая группа, как тогда, и сказала, Игнатий Тихонович, вы многое потрудились. Давайте вам поможем там. Келью подправим, все почистим. Вы бы отказались? Отказался сразу. Ее чистить не надо. Строить надо отдельные, там где у нас балерина, вдоль улицы отдельные дома. Двухэтажные. Два больших дома. Собирайте деньги, завтра начнем строить. Что? Кишка, говорит, тонка. Мы уже все думали, я обращался к людям. Это оставить, зарезервировать, как музей. Как люди умели жить красиво и интересно, когда их гонят. А теперь давайте там построим и канализацию, все сделаем, как положено. Отдельный зал смотровой. Отдельное здание для девочек, отдельное для мальчиков. Там места хватает. Ну, пока не находится такого человека. У меня денег нет. И вот приехали такие молодые люди. Я сказал бы, ребята, принято. Целый год работайте. Объявите фонды какие-то. И следующий год только земля оттавит. Начинаем рыть фундаменты, котлова. У нас все будет. Своя пекарня и все. У нас здесь было бы, ну, я не знаю, сколько, но человек 300 свободно можно было бы принять. Вот вы говорите музей. А музей ведь тоже надо поддерживать. Ну, немножко. А как бы? На следующий год уже там обвалилось, здесь обвалилось. Поделай. Нас много. Нас много. Ну, много. Мы же исходим из того, что 95 человек приехало. Да. Но, незабавно, игровую площадку мы вторую уже создали в Потеряевке. Вот три. А Каламнежда Васильевна. Какие громадные качели. Так они на пасынках бетонных. Они на подшипниках сделаны. Здесь всего только две тарзанки, а там четыре. Там тоже есть и лазить, и на колесики подниматься. Ну, по-другому мы не можем пока так. Так что ни одного слова, чтобы не было плохого сказано. Это уникальное место. Представь себе, десятилетиями мы здесь находимся. Тысячи детей подняты. За минимальнейшую плату и всегда было примерно 53 процента, 57 бесплатно. Это чего-то стоит. И я должен был везде, говорит, волка ноги кормят. Ну, у меня были помощники такие, директора заводов, фабрик, мелькомбинатов, других городов. Однажды пять тонн продукта привезли. Тон. Пять тонн продукта привезли. Одна выезжает. Я вас услышал, я в Германию переезжаю. Ездить нельзя работать, у меня покушение было. Коля попала, прямо у нее иконка была здесь. И она привезла тут, ну, привезла такое, не наше, шоколады там разные. Нам нужна что, мука, крупа и прочее. Но я рассказываю о ком. У нас четыре лодки, чуть не сказал подводные. Теперь, которые идут эти шланги, это все Хромов Анатолий Петрович, директор РТИ. Станкостроительный завод Горшков, Вячеслав Григорьевич, кажется, он помог. Это тогда Надежда Павловна была, ты захватила Егоренко. Она везде выпрашивала. Эти насосы качают. У меня запасной насос все еще есть. То есть гвоздельный завод помогал, уже тогда пошли гвозди настоящие. Тяпки дать где-то. Помогал тут Аксенов был, Павел Петрович, Город, Троевой Администрации. Но он направлял. Однажды, я говорю, не хватает у нас муки надо, и матрасов нету. Уже керри строим, а матрасов-то нету. А еще что? Я говорю, ну и одеял бы надо, сколько надо. Ну, одеял 70, надо синтепонов. Так, подожди. Он в дверь выгнал. А ну-ка, заходи сюда. Иван Иванович Лопатин стоит. Это у меня как перед глазами. Такой кроткий у хащавы. Слушай, ты помирать думаешь или нет? Помирать думаешь. А парни-то тут лет 25. А что случилось? Вот иди в коридор и с ним разговаривай. Вот тебе скажут, что делать. Душу спасать надо. Он ушел, а кто вот такой? Я говорю, у меня вот такой-то начать. А что нужно? Я говорю, муки. Муки надо и матрасов. А сколько вам муки надо? Ну, я не знаю, но мешков-то 25 надо будет. Хорошо, а куда? Я говорю, так это далеко. Завезем. И он сюда привез. А привез-то как? А крупы надо. У меня дружба с прокурором края. Это тот прокурор дает этому прокурору указания. Тот приезжает. Носит сам мешки. Оттуда привезли. Вы сказали, что... Параскун этому Сухову, прокурору района Майловского района. Вот три года поездок, три года, три года поездок, благовестия летом. Это важно очень было. Да. Вот. Вы сказали, что в этом году потратили примерно 400 тысяч. Да. Вот. Я сегодня посмотрел, так я не учел, еще на карточку было положено, видимо, больше 2000 евро. Николаю, он рассчитывался карточкой. Это мы еще не подсчитали, надо идти где-то, чтобы узнать. Узнать непросто это. Вот с вашим здоровьем и с возрастом вам эти поездки тяжело дались. Тяжело давались. И настолько тяжело, что вы сказали, что я думаю, что я не доживу до конца поездок, могу даже и умереть. Я им все время наказывал, как мой труд привезти сюда. Вот. И сейчас вы приехали, говорили, 10 или 12 дней вы отходили от поездки. Я ровно 12 дней выходил из того состояния, как подвешенный. И желудок не так принимает, и сны у меня все, и там где-то в поездке я, и, ну, все остальное нормально. Потом, когда прошел этот период адаптации, назовем это так, восстановление, вы бодрый, радостный пришли, все, наконец-то отошла вот эта печаль или что вас мучило. Теперь мне легче стало. Я просто хотел бы даже вам, вот так как легче с вашим возрастом и с вашей энергией, связи много осталось. Вот энергию может быть действительно все задействовать, чтобы вы под старосед, ну, осели, оседлый образ жизни начали вести и в лагерь вложить, чтобы сразу построить, чтобы кто-то поможет. Вот эти 400 тысяч поездки нашли, может быть, зайдутся спонсоры на вас на этих капусатах? Понимаешь, что Господь знает направление нашей мысли, нету, ни рубля. Вот на лагерь ни рубля не дали, а на поездку дали. Я должен на это смотреть. Представь, 400 тысяч, это большая сумма, и это мы истратили за 40 дней. С вашей экономностью можно было бы построить качественные такие капуста? Не надо, не построить. Во-первых, не построить. Вот то, что мы делаем, это максимальное, чтобы мобиль сделать. У нас ничего нет. Я раньше отдавал 90% заработка, теперь пенсию 100%. Но меня поддерживает. Тут опитался, я тут наелся, там опился, покупаю, я вообще не знаю, как будто я живу при коммунизме, образно сказать. Ну а скажите, если бы нашелся вот такой спонсор, он сказал, Игнатий Игнатьевич, вот вам деньги, но только на лагерь, никаких благовестий, никаких поездок, вы приняли бы? Принял бы. Я бы сразу сел за парасчеты, нашел бы специалистов, которые помогли, нашел бы, кто этим заниматься будет. Заниматься этим не стал бы, только на контроле держал. Разметил бы место где, между Глушковым и Скворечником, и все. Дальше все, который будет человек, который дал бы деньги, если это один человек, сказал бы, а вы наблюдайте за этим. Но нам нужно, чтобы дороги сюда были, если уж это так. Найдите денег, чтобы до разъезда уже готовые эти насыпи покрыть гравием и там заложить трубы, чтобы от трассы Барново-Мамонтово сюда можно было доехать. Вот что нужно сделать еще. А остальное люди сделают. Это не моя старость. Вот под старость сидели. Я думаю, когда говорят старость, это о ком-то, не обо мне. У меня нет старости. Ну как, вы... Смерть, она не может без старости быть? Или это в несчастном случае? Нет, это не так. Мне уже все другие говорят. И люди не верят в это. У меня есть стихотворение, тебе надо иди прочитать. Я не верю, чтобы я лежал где-то на кровати, как пес побитый, и на мне топтались. Этого не будет. Я как гляну. Рядами стоят солдаты, воины, волонтеры. А что я имею в виду? Пленки начитанные, книги. Друзья мои. Вот самый... Это беспризорник снимается. Какой он? Смотри, он каждый день растет и растет. Как он может. Владимир Пащенко. Не образование толкового, ничего нет. Одинокие совершенно. И Бог усматривает. Но вообразить до них же невозможно. 1600 километров прошли Турцией. За самый континент завалили Афину. Они там... Уже Айгейское море, ничего нет. Переплывали два раза. Дошли до Лиссабона. Это невероятно. В прошлом году температура была такая, градус не плопнула. Это невозможно сидеть. А я жару переношу всегда очень плохо. Я где-то на полу лежу или что-то. И все перенес. Это Бог дал. Невероятно. Чувствую, сердце ударит. Замерло. Потом потихоньку опять начинает. Это не старость, ничего. Рты развинутые. Хорошо, это не старость, но ваша машина требует уже бережного отношения. Она никуда больше не пойдет. Она только в музей. Она так съездит в Барнавул или куда-то. Находились нынешние люди, которые советовали бросьте машину. Сейчас же пересылаем вам деньги. Покупайте иномарку и продолжайте путешествие. Вот какие спонсоры на благовестие. А это означает иномарка, это уже не 400 тысяч. Чтобы она могла везти. Это есть такая машина. Ну, и фиат. Это полторы тонны берет. А мы бы в два раза больше могли брать. Ну, я посмотрел, она мне понравилась, хорошая. Но это только так, посмотри. Я не могу такие деньги принять, я подскажу. Не могу. Просто не могу. Я морально не подготовлен к этому. Когда мне дают, я всегда оговариваю. Принимаю только о тех, которые на 100% уверены, что ни одной копейки мы не потратим никуда. Ни на еду, ни на питье, ни на курорты. Не проблудим никуда. Ты веришь в это, веришь, тогда приму. А ты, да я не знаю, я слышал, тогда намертво запрещаю. Так, слушаю. Вот. Благодарю Бога. Пойдемте дальше. Вот, посмотри. Вот, когда мы были здесь, здесь была огромная палатка. Я не знаю, сколько. Метров на 20, наверное, длина ее была. Ну, и ширина на 20. И мы здесь, вот это, корпус был сделан, каркас. А так, я пошел доски, посмотри. Тут вообще шикарный стол. Вот они играют, дети. Тогда ничего не было. Здесь стояли столы. Полный этот стол. А мухаты, знаешь, сколько было? Банка с вареньем стояла. И я вот так вот ударил раз, маленько, пойдя еще раз. По банке 120 мух лежит. Вообразить нельзя было. Почему? Телядник, коровник рядом, вплотную. Тогда мы перед тем, как садиться, все занимали места и гнали, мух выгоняли. Чтобы хоть маленько, поменьше было. По-другому никак нельзя было. Мы вот что пережили. Это нам Бог дал. У вас, Игнатик, видите, как, когда Александр Нежный, по-моему, вам предложил компьютер, писатель, вы категорически отказывались и прочее. У меня есть пишущая машинка. Это мне не надо, я вот так, пишущей машинкой. Поэтому люди, которые вас любят, вам предлагали всегда. Когда вы это распробовали, вкус, вы начинали это совершенствовать и применять в христианском деле. То же самое интернет, видеокамеры. Вот сейчас такая ситуация, что не только у меня это есть желание. Вас убедить, что с вашим влиянием надо дальше двигаться в развитии лагеря. Я думаю, если бы здесь был бы действительно новый вид, потому что старое отходит, надо новое. Да, уходим. Вы бы продукты находятся сейчас. Вы бы, конечно, люди сюда побольше бы приезжали. Ну, посмотри на меня ты. Кто перед тобой стоит? Кому предлагаешь? Вот, посмотри, я пропорол ногу. Но я должен показать пример, хожу. Рукавичка, надета на ногу, к ней пришел немножко, залезал и я хожу. Игнать Ильич, и у меня разницы никакой нету. Вот, смотрите, вы ходите в этом, а у вас в руках Никон японский, современный. Понимаете, в чем дело? Вы можете ходить и так, но ходите среди корпусов хороших. Не буду от этого. Это не будет, Игорь, это я вам представляю. Ну, берите, сделайте. Мы с вами ехали в поездки тогда, вы говорили, мечтали. То есть мы едем, то есть воображаем. Вот вы говорите, Игорь, если бы там кто-то пожертвовал миллион долларов, например, что бы вы сделали? Я сейчас сказал. Вы мне сказали, я бы поставил меня управляющим. Первое, сделали мы сейчас барабашу, технику бы купили вы. Комбайн новый, барабаш, это первое. Вот, дороги, по-моему, вы говорили. Дороги. Дороги. Школу хорошую. Школу, да. И учителям добавил бы зарплату всем. Учителям. Поднял бы зарплату раза в три. Ну и построили бы там цеха, хозяйство какие-то. Ну и все, кончились деньги-то. Ну и кончились. А бизнес-то бы пошел, может быть. Ну не знаю. Если дорога есть, есть цех. Надо работать. Как у Германа Стирлигова. Ну, Герман грабанул миллиарды в свое время. Все на обмане это строилось. Обманутые Германом людей не перечесть. Даром деньги никто не дает. Нам по мелочи дают. Редко находится, кто большую сумму дает. От нынче Андрусенко Александр 200 тысяч дал. В прошлом году Булкин, Димитрий 150. А остальное все меряется тысячи, две, три, пять, десять. Один тридцать дал. Все, дальше нету. Больше тридцати тысяч нету. А сегодня на тридцать тысяч ты не раскатишься. Понятно? Просто последнее слово. Вас к батюшке хотели идти? Нет, я должен идти домой. Меня дело ждет. Но все-таки намерение у вас есть, что если кто-то бы пожертвовал, вы бы сейчас... Я объявил это по интернету уже давно. И написал, сколько требуется, где построить, кого искать. Это у меня давно выставлено, уже года три, наверное, стоит. Что ты новинку открываешь, что ли? Новинку. Подновляем память или как? Нет, не надо подновлять, оно стоит там. Я вижу, что для меня это недоступно. И я не печальюсь, и мне хватает радости и так. Вот так. Отходим. Все. Посмотри, какая кухня, Володя, подойди. Покажи, наш брат Сергей сидит с компьютером. Это в лагере православном нашем. Где вообще ничего не было. Иголку не потеряли, Нестор. Полиди. Вот сюда, зайди, Володя. Включи там свет. Вот. У нас она была такая вот кухня. На этом же месте она была. Вот, ну, маленько поближе она была. Ну, вообще, так взять, примерно она вот такая вот была. Вот. Вот. И до стены. А вот это вот все, вот это все добавлено. Вот и столбы, ножки я ставил. Это моя работа. Батюшка наш говорит, вот, строишь, что еще нельзя узнать, что. Но как только ты поставил задвижку на дверь, все уже я знаю, это ты строил. Вот об этом я и говорил про баню. Я, мне нравится, Симеон Верхотурский, он тулуп сшит, говорит, но вместо воротника в руках пришел. А вместо воротника, рукава воротник. Вот, вот, мне больше ничего не надо. Как вот это вымеряли, вот эти не подходят. Там едва-едва до конца достает. Из-за этих вот пришлось столбы маленько подвигать. Бедность вопиющая, как говорят. Из-под каждой застряхи прет. Но мы счастливы. Мы никого не мешаем, никого не обокрали. Я занимаюсь детьми. Притом, что интересно, иногда люди говорят, а я не держусь за свою должность. Я держусь. Ты вот попытайся меня сдвинуть и встать на место мое. Что у тебя получится? Ну, зачем? Ну, к примеру, я плохой руководитель, допустим, а ты решил быть лучше. Мне тут-то было. Я отдаю должность свою только тогда, когда увижу, что ты сделаешь лучше. Вот мы постряпали сегодня в лагере Станин нашим православным хлеб. Давайте встанем на молитве, как бы на молитве. Вот решили. Благодарим Господа. Да. Давайте, мужчины туда, женщины налево. Вот сейчас снимки делаем. Вот Игнать не штучит лопату. Ты не жми хлеб-то. Я покажу, что такое. Так, что-то, давайте встанем. Бог нам дает хлеб на сушеный. Дочечка, давай. Кепку Сергей Павлович. Вот наша пекарня. Головы поднимите. Головы поднимите. Головы поднимите. Кепку Сергей Павлович. Кепку Сергей Павлович. Мы избавим нас от лукавок. Головы поднимите. И вот я истарствую силу и слава веки. Аминь. Аминь. Вот это наша пекарня. Только не мните. Посмотрите, тут видно нет. Вот это вот две русские печи. Ну, может быть, их и куда-то видно. Вот. Там положите хлебушек. Вот одна. В ней как раз пекли хлеб. Вот вторая. Ну, тут пот маленькая. Вот здесь вот топят отдельно. И огонь идет туда подне. И туда на улицу покажем где. Я печник. Это сам все делал. Видите, две русские печи. И одновременно идет туда. Можно перекрывать, огонь туда посылать. Здесь топить. И, ну, немного сделал здесь кирпичей. Видите, у него выходило 100 булок. Когда Витя стряпал, одновременно он сделал 100 булок. Это за 2 или 3 замеса. Потому что из-под низа идет. Ну, посмотри с той стороны. Пойдем туда. Вот. Вот эта вот труба из русской печи идет. А эта, которая под русскую печь. Голландка называется. Ну, а сверху сеточки, чтобы птицы там не падали. Потому что они иногда садятся и туда в брык. А это вот над нами видно, какая вышка крест. Вышка-то делала с одной целью. Когда пасли коров, чтобы видно было, отстала корова где или нет. Сейчас Лена барабаш пасет. Вон она, ее видно даже отсюда. Можно показать. Вот мы тут посадили березы. Вот покажи, какие березки. Можно по ним пройти вокруг. Видишь, что ли? Пойдем туда, посмотрим. Ой. Я ногу поранил. И поэтому одна нога разоша, а другая, видите как, взял рукавичку. И к ней пришил маленько. И все, тяпаю. Чтобы не ходить. По пожар. Вот. Это вот у нас башня. Вот на второй этаж, вот первый этаж это на земле, второй этаж. На него с разрешением воспитателей можно залазить. На третий этаж, туда кверху, вон две лестницы ведут. Только мой. Мое разрешение. Больше никто не может туда разрешить. Я туда детей завожу с воспитателями. И там бинокль, и в бинокль вокруг смотрят. Раньше берез не было, много было вокруг сусликов. А один дежурный стоял на земле, а второй на третьем этаже. Ну и смотрел, как коршун появляется. Он кричал, гони, гони. А у этого прутик в руках он выбегал и прогоняли их. У нас тут сосыки прямо бегали по лагерю. Но потом тут деревня встала, кошки стали ходить. А сосык, что он он? Его легко было взять. Тут было больше берез. Вот мы недавно его вырыли, убрали. Потому что нельзя было подойти. Вокруг, смотри, мы считаем сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, восемь, девять, десять. Вот одиннадцать. Одиннадцать берез, столько окружает наш лагерь. Это я сажал с братьями. Мы здесь брали, их они тут. Вот это все старые навозные кучи. Лагерь Стана навозной кучи. А это вот знаменитый подземный ход, который я показываю здесь. Он был, конечно, пониже. А здесь рядом пастухи. Но надо было очень осторожно иметь. Видите, тут много воды. И какие березы-то стали. С них можно сок брать теперь уже. Большие они. А это у нас прорезиненные. Вот это залитая водой. Это РТИ в Барнаульске помогал. Там Хромов Анатолий Петрович, такой патриот, чудо-директор какой. Как он нам помогал. И вот здесь дети даже купались. Тут рыба была. А вот это вот самый лагерь. Лагерный подвал. Это все было, вот куча была повыше. Печи не было тут. И вот так вот. И мы там внутри подвал сделали. Но и он был невидимый. Мы его закрыли так, что конопля старая его рвали или сажали сверху. И будто бы она растет. А это вот подвал. Ну, тут теперь не увидишь. Все как надо. Ну, можно посмотреть даже. Ой. Вот. Видишь, как теперь стенки тут прибиты, чтобы не обваливалось. Здесь подвал был. И здесь лежали дрова и бревна. Вот на все, на такие длинные бревна мы заносили. Это все КГБ. И скала находила. А там вот такой слой земли, везде одинаково был. Но там доски были. Там ход был. Если бы они бревна вытащили, а дальше щупом начали, нашли бы доски, стали разрывать. И увидели бы там лаз. Там подвал был. Вот подвал, он показан какой. Вон. Вот так, творила туда. Ну, они бы нашли, накрыли. Открыли, что там? Картошка. Ну, посмотрели. Но ее надо было вытащить. Это мы засыпали уже перед одездом. Если бы вытащили, там открывалась одна стенка с той стороны. И туда, где русская печь, туда шел тоннель. Это мы, как говорится, катакомбная церковь. Мы делали просто. Сиди ночи, долбили, выносили. Дышать нечем. Это как трудно было. Вон она, где кухня-то где-то. Это туда он уходил под землей. На глубине, наверное, около двух метров. Или трех. Вот. Ну, как теперь пишут, расширялась. Там церковь эта. Трудно назвать это церковь. У нас в другом месте можно было молиться. Таких было несколько лазов. Ну, они находили. Это все закрыто было под землей. Никаких таких дверей не было. Это ниоткуда не видно. Просто куча и куча. Ну, они находились. Ощупами были. Вот здесь вот у нас в сторонке мы сожгли обувь. И зарыли, раскопали. Все. Где зола? Ну, там ничего нету. Как-то приехал директор Кадникова. Теперь он в настоящий момент. Главный зоотехник Мамонтовска района Игонин. Здесь не бегай. Игонин. Игонин. Пойдите, пожалуйста, мои часы. Где делал он? Валерий Григорьевич. Хороший человек такой. Помогал нам коня доставать. И он как-то приехал. Я говорю, смотри, вот какое время пришло. А уже где-то к 90-м годам. Уже второй год нас КГБ не трогает. Он засмеялся. Говорит, не трогает. Так они же были у вас. Как были? А когда были? Ну, а я так к вам приезжал. Со мной сидел молодой человек. Ну? Так это краевое КГБ. Надо же так. А что? Да ничего. Посмотрел, говорит. Надо же. Говорит, тут люди живут и счастливые. Там он как-то такие слова хорошие сказал. Там тоже люди есть. А меня курировал Биденко Александр Семенович. Тогда он был, кажется, майором. Ну, майор и майор. Ну, мне, конечно, я говорю, верующие, какие будут там баптисты, меня долбить. Хороший человек. Ну, просто хороший. Мне почему-то все время хорошие люди попадались. Вот подполковник Николин Юрий Михайлович, это вообще интеллигент из интеллигентов. Видишь, вот как. Ставят аккуратно, почерпнуть, налить. Это техническая вода, мыть посуду, там что надо было. И, крики, чистая вода. И вот он был у меня, это сказать, мое дело курировал, когда меня сажали. А потом он мне говорит, а ты знаешь, где Биденко-то? А где? Генерал-майор в охране Бориса Николаевича Ельцина. Надо же так. Ну, на вас, говорят, такие звезды они получали здесь. Ну, тоже хорошее дело. Звезды, это, значит, зарплата. Был один сильно против. Я его спрашиваю. Какой-то такой въедливый прямо. Среди них тоже разные-то люди-то. Я говорю, и как он теперь? А вот мне этот и говорит Никулин, полковник ушел. Он говорит, знаешь, такое выражение есть, говорит, чертом меченый. Так я говорю, ваш сотрудник. Так вот и оно сотрудник. Попал в аварию, кажется, у него то ли жена погибла, или что-то ударили. И вот это вот горло все куда-то туда въехало. Парализованный лежит сейчас. Интересно как. Которые люди хорошо относились, я обо всех узнавал. Они у них нормально все. А этот какой-то прям подъедал и подъедал меня. Ну, тоже для меня он хороший был. У меня зла никакого не сделал. Помоги ему, Господи. Это вот тот самый лагерь. Ну, маленько не в том виде. Нас петрушила здесь санэкадемстанция, затеяла. Должно быть 10 рожков, 10 рукомойников. Ну, вот мы заказали. Виктор Андреевич Яковлев вот такой сделал. Посмотри, какой. Вот это на 10 рожков. Ну, нынче детей мало. Мы запечатали, все это. И сейчас только два рожка. Вот они, два рожка. Показываю. А воды много. Вон вода куда стекает. А там он желобный. И по желобу он туда в кусты течет. Но вот это вот вымоют, это посудина. Смотри, какая она большая. Вот я стою. Вот раскину. Раскинутые руки. Мой рост метр семьдесят два. Ну и двадцать. Значит, метр девяносто два. То есть, тут больше, наверное, куба метра войдет воды. Его наполняют водой. Тут стирают воду. Качают под землей. У нас идут здесь шланги. Это тоже РТИ помогли. Станкостроительный завод дал. Горшков. Вот. Он там потом где-то в университете. Я не знаю, в каком-то экономическом институте там преподавал. Горшков. Очень хороший. Вот яма закрыта. Глину берем. А раньше тут вода была. Воды накачивали. Но все это пленкой затянута. Не пленкой, а прорезиновая. Из которой лодки делают. Лодки. Охотницкие там, рыбацкие. Вот такая большая материя. По заказу делали. Там Фадеев работал, помогал. И вот эта в яме, представьте, она была мельче яма. Тут можно было купаться. Тут воды закачаем. И отсюда воду черпали. Но мыши стали прогрызать ее. И потом мы сделали уже официально. Там уже мыши не трогали. А теперь мы заказали уже лагерность. В лагере вот этот. Иди-ка сюда я покажу. У нас тут одна сестра Силина. Она работала на заводе здесь. В тонкостроительном, кажется, заводе. Но она уже на пенсии. Она пошла к ним и говорит. В детский лагерь нужно отрезать железо. Ну, нужно необходимо отрезать. Она такая настойчивая. И она вот добилась, что отрезали. Полтора метра. Вот она. Обычно 20 сантиметров она короче. Почему полтора, я не знаю. Сказали полтора на полтора метра. Ну, и здесь привезли. Это крышка. Вот она поднимается. Крышка. Ух, что ты. Вот. Закачиваем через шланги. Вот. Тут приехал Николай Пальбуев, сварил. Куда поставить-то? Некуда поставить. Говорит, разломать туда поставить. Я говорю, а вот между деревьями. Вот эта березка растет. И вот тополь. И что интересно, вот посмотрите. Она вошла. Ну, тогда тополь был еще моложе. А как миллиметр в миллиметр вошло. Вот тоже удивительно. Я не знаю, почему произвольно полтора метра. Деревья садили произвольно. Но аж вошли они. А один к одному. Вон она внизу там касается его. А здесь кусочек мешает. Так не бывает. Два дерева. И вошло как один к одному. Там у нас рыба, гальяны, караси. Дети смотрят. То есть, конечно, все это бедность. Как говорят, не просто бедность вопиющая. Видишь, какие ручки. Ну, под него я фундамент этот сделал. Тут сам я один делал на глине. Это не велика мудрость. Главное, что у Бога много добрых людей. Они нам помогают. Вот сюда зайди, Володя, посмотри. О, в дерево вошло. Плотную. Дальше никак. Прямо миллиметр в миллиметр. И здесь тоже, видать, вот она с этой стороны. Посмотри. Иначе бы мы не поставили. Это она уже растет, дерево расперло. Давит его сейчас. Вот у скамейки сидеть. Там мы насчитали 11 березок. 12, 13, 14, 15, 16, 17. И там еще березы. И тополя. Тополя. И еще ветла. Вот она ветла. А как растет? Вот тополь. Это мы... Вот она сбоку торчит. Это столбик был. И столбик этот вырос. Тополь. Вот он. От него концовка. Другое. Вот этот вот тоже был столбик поставлен. Ветла. Она вон когда выдастила. А вот это у нас... Вот тут уже лампа. Она сейчас не горит. А может быть и горит. Если включить. О, наверху где-то там была она. Я не вижу ее. А тут она большая лампа освещает. А, с той стороны. Вот что начнешь показывать. Она все. Вот здесь этих... Было у меня сколько? 9 козлов. А сейчас только 3 козла, которые пилить. Там вон были везде. Один год мы нам пилили. Машина с большими бортами. Кажется 9 что ли полных машин. Это школу обеспечили, церковь, батюшки. Ну и всем. Учителям. Это все дети между делом. Не так что и день работает. До завтрака и до обеда работают. Тут было много взрослых. Все это кололи, пилили. Взрослых много было. То есть это трудовой лагерь. Так, вы что наловили? Кузнечков. Кузнечков на завтра, да? Видишь, воробьенка кормят. Меня там натаскали. У меня тут ежей много. Четыре ежа молока. Собачки там повредили ногу. Два больших вот этих вот. Вот он грызет. Видишь? Лапу доедает. Это кололи баранов. И батюшка позвонил. Приди, забери ножки. Как они довольны. А тут грызет или нет? Не видел? Он тоже лежит, припал. Вау, вау. Смотри. В ногу грызет. Вон он. Покажи его, сходи. Ураганчик. Это наш ураган. Это непростая собака. Собака вместе принимала участие. Он был, купался в Тихом океане. Был в Атлантическом, но там не пришлось уступаться подальше. Вот он где. Это Сергеев, кабель. Золото. В кабине, когда сплю, он ни-ни, в салоне не брякнет. Внимательно глядит, как ешь, ешь. Как ты, ураган, покажи, как... Ураган, да. Ач, кость взял. Покажи, как ты охранять у меня. Ну-ка, покажи, как ты. Как он охраняет. Вот как. Не заберешь. Ой, зубы какие. Кушай, молодец. Кушай. Ну-ка. Уже сглодал. Ох, какая она. Ладно, дражник-то его. Какие березы, смотри, чудо какое. Это лагерь. Все своими силами. Ну, из чего сделано-то? Ужас. Когда эти приезжали комиссия, смотрели. Ой-ой-ой, такая бедность. Такие окошечки. Курятники. Где они, дети здесь? Курятники. А какие дети так чудесные. А мы же там днем-то не бываем спать. А спать разницы нет. Потому что золотая кровать или деревянная. Златоуз говорит, на деревянной безопаснее. Тебя никто не убьет. Воровать из-под тебя не будет. Это как. Я говорю иногда, что надо научиться и жить в бедности. Красиво и интересно. Я такое слово употребляю, не евангельское, азартно. То есть сегодня было, а завтра еще будет. Вот, видишь как. Компьютер работает, покажи. Думали ли мы это, что электричество будет? Вот сюда. Лагерь с электричеством, с компьютером. Это уже не просто так. Вот каждый год осенью вот это все надо размонтировать. Смотри, какие плакаты висят, какие правила. Отойди всем от дверей. Отойди всем от дверей. Смотри, где я поставил я его. Воробенка. А, что-то погода меняется. Может быть мы сейчас и поедем. Фотографируйте. Фотографируйте сюда. Дядя Володя, Сережа, они тут и сцеловали. Фотографируйте. Так, может поешь? Ну, иди сюда, иди, иди. Смотри, чтобы не попался он нашему урагану. Ураган. Леночка, убирай, а то сейчас тут. Так, проходи сюда, Лена. Лена, угоститесь нашим пирогом. Это наша учительница, завуч потеряющий. Пасет коров сегодня, ее очередь. Угоститесь. Ну, возьмите, это я сейчас только постряплю. Это пришли наши друзья. Смотри, какая собачка. Как ее звать-то? Фрем. Рэм. Это Рэм. Он еще о себе. Там, Лен, это, слышишь, Лен? Там ураган кость грызет, чтобы он не подбежал. Можешь его подвезти сюда, вывезти, чтобы он посмотрел. Если он подбежит, ураган его может подвезти. Они привязаны. Вот так. Рэм. Это он. Посмотри на нашу собачку. Да, они выходят. Ну-ка, давай. Дальше. Дойдешь, завтра дашь звонок. Ну, все. Мы поедем. Все, пожалуйста, поезжайте. Сейчас мы пообедаем. Дальше. 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 Вот, гляньте. Десять. И кто замешивал? Нина Александровна. Нина Александровна. Она же пекарь. Красивая. Это дайте булочку. Возьмите. Да куда я? Да куда я? Старайтесь сейчас перед обедом убрать, чтобы мышки не коснулись. Господи, Христос. Я с коровами, да с собакой. Куда мне? Потом, Нина, потом. Только надо будет нам убрать, чтобы мышки тут не по это самое. Он знает уже как убрать и что убрать. Мы маленько опытно работали тут. Как козленок скачет. А где она в городе разбежится-то? Вот еще один опоздавший. Господи, слава Тебе. Боже всемогущий, освяти дары, посылаемые щедрой рукой Твоей. Слава Тебе. Освяти словом истинной молитвы. Благослови сестру Елену. Избави нас от пожара, от воров и от нечистой силы. И тише бойню, мятешно в Украине и в Сирию. И нас помилуй, милости Твоей ради. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну, какие замечания. По точке у всех. Мне приходится каждый раз что-то говорить вам. Потому что мы здесь не для того, чтобы свежим воздухом дышать. Но чтобы свежая струя духовная была у нас. Я вчера говорил, на молитве человек, он только все время теряет. На молитве нужно быть напряженным. А какой напряженный, если я упал? Упал. Мне Надежда Васильевна говорит, что в храме стояла по кросскам-то. Но и заснула, и упала вперед на человека. И вот бывает доминушки ставят, когда домино. Она упала на старика. Старичок упал на бабушку. И так пошли до самого священника. Мы сегодня будем вести занятия. Оно очень и очень важно для всех. Чтобы все были на занятии. У нас, видите как, получается, кому делаешь замечание, говорят, а что он как мальчик для битья? Мальчик для битья большую роль играет. Мальчик для битья. Его когда бьют, говорят, свое, а чужие боятся. Понятно, нет? Тебе делают замечание, ты радуйся. В этот момент ты можешь исправиться и быть учителем для других. Я такой же был, не понимал ничего. И вдруг встряхнулся, посмотрел другими глазами на этот мир. Садимся за стол. Сколько раз говорил. Над чашкой не склоняйся. Поставь ложку вертикально, около края стола. Туда подбородком не залазить. Не получается. Лето прошло не на училище. Почему? Потому что поросята. Василий Великий сказал, всякое животное наклоняется к пище, а человек подносит. Я услышал один раз. 52 года назад я услышал случайно. Мне этого достаточно было, чтобы я тысячу раз повторил это, и тысячу людей научил. Здесь одно и то же долблю. Бежу опять, чашку обхапал, и чапкает сидит. Что тут непонятно-то? Вот локти на стол. Локти на стол никогда не ложите. Тем более во время обеда. Почему? Сеарахов говорит, стыдись облокачивания на стол. А я не стыжусь. А не стыдится бессовестный человек. Бестыжий, как говорят. Бестыжие глаза. Ему говорят, плюй в глаза. А он говорит, божья роса. Он не понимает этого даже. Вот я вчера смотрел, вот сестра одна у нас брала ребенка, уже 4 года на руки. Зачем? А она засыпает, чтобы не сополцать. Никогда такое не слышал. Бывает, поднимают, что вместо смоковницы, чтобы увидеть что-то. А не для чего? Просто не для чего. Это пуповина толщего объема руки. Режьте ее. Ребенок должен быть самостоятельным. Сегодня у вас по 5 нянек на одного, потому что одного родили. Завтра ни одного не будет. Дети будут выброшены или что-то еще отнятое. Научите их мыслить самостоятельно. Он выбор уже может делать, в этом возрасте уже делает. Мы считаем житие святых. Уже в 4 года они определяли себя, где быть. Его убивали, он ни под каким видом не соглашался принять тамидольскую жертву. Сегодня на занятиях все будет сказано. Платочки за стол. Сейчас нам придут гости. Не спать. Кто потерял рубль? Да кто его знает. Ваня, наверное. Все знают, что надо отдать. Просурку воды святой. Положи ложки, развернут. Отдай другим. Стащи просто. Вот. Вот сегодня смотри. Подходит, все подошли. Последний, кто идет, не торопится. Последний уже откланялись, отошли, они еще стоят. Потом потихоньку начинают. В первую очередь, знаешь, что с ребенком продлить вперед. Следующий, ему на пятки наступай, потому что из-за тебя все стоят. И батюшка ждет, стоит. И тогда же как будто они этого не видят. Моего отца нет. Вы прям в храме получили колотушку. Отец нас приучил, чтобы ни одной секунды из-за тебя, сынок, никто не тратил. Ты должен везде быть первым. Никаких сзади идиот. Спокойно постояла. Уже все прошли. Еще постояла. Даша поклонилась. Ребенка опять постояла. Священник стоит с крестом, и весь храм стоит. Умножь теперь. Ты своровала одну минуту. Умножь на 50 на человека. 50 минут, час своровала. И самое главное, не заметила. Это привычно уже. Сегодня потренируйся несколько раз подходить к кресту. Или отдай ее другому. Слишком велика счастье, чтобы один час давить тебе. Заслуга какая. Вот что нужно делать. Нигде никогда, чтобы ни одной минуты из-за меня не было. Хоть в поезд садишься, в церковь заходишь. Всегда говорят, приходил в храм первый. Уходил последний. Уходил, но не означает, что он задерживал кого-то. Аминь. Все у меня. Святая вода. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Давайте, берите просворки. Я налил вам уже. Другим, дайте. Иди. Говорят, малины. Мороз был. Мороз был. Я сейчас пошел, нашел малининки на огороде. И ни одну нитри, а сто штук съел. Вот за это время, пока вы тут раздевались, а сто малинных нашел. Они были в крапиве. Крапива сохранила их от замерзания. Я ногами прижал ее, прижал к земле и все. Мало того, там от корен до ягоды можно набрать. Игнатий Ильич, рыбу будите сейчас. Ставь. Отличная рыба готова. Да, они вижу. О, это Виктор Николаевич привез от моего крестника, от своего отца. Что он вы? Если я не забываю, что вроде бы Николай Константинович, а? Передарю его. Да, да. А мама Надежда Афанасьевна? Надежда Афанасьевна. Видишь, как вот рыбу привез брат наш. Это все нам в помощь. Подешевле уже прожить будет. Лук. Слава Кресту. Вот, трудно тебя. Господи, хвала тебе, шести поклонения, отец цели святой дух. Аминь. Так, Енафа, выходи. Ты что, выезжаешь? Ну да. Иди, холоки. Ей в больницу надо. Денька, сильно не надо. Потихоньку. Десять раз. Все. Так, я спрашиваю снова. Инафа, отъезжает. Она кого-нибудь обидела, должна так... Сейчас перестать пока. Успокойся. Перестань. Перестань. Перестань, пожакать. У кого что-то взывание отдала? Часы нашли ее? У тебя есть кто тебя обидел? У тебя есть кто тебя обидел? Нет никаких. Она уезжает по-хорошему. Ей надо в среду в больницу. Ну ты приехала какая сейчас едешь? Лучше? Да, если даже успею, то я может быть еще раз приеду. Тебе разрешается, другим не разрешается, потому что бывает по капризам. Но ты езжаешь по вынужденной. Так что приедешь еще целых две недели, может быть. Ты можешь завтра к вечеру уже быть свободной и с нашими молочниками приехать сюда. Твои на анализы. А? Нет. Твои на анализы. Твои на анализы. Твои на анализы. Ну ладно, я доставляю. Так, все. Прощайтесь. На выход. Ладно, все. Давай. Вот какие прощения. Простите меня все, братья. Простите. Пожалуйста, уезжай. Тебе холодильник не надо. Да, я уезжаю, но я, да, я служу еще и болю. Я череда. Ну конечно. Пап, мимо, это я не сходу. Который даже не болеет, он может быть, внутри его бацилл. Ну ничего, ждать когда-то. Ну куда посадить? Вот стенка это. В пятом складе у меня вольер есть. Попытается туда. Если может, пускай может перетенет туда. Что они вещи собирать пришли? Ну, вроде что. А Татьяна что-то... Ну, они уже почти собраны. А Татьяна говорила, говорит, не надо что-то вещи. Ну, как не надо. Надо все сложить и отправить. Там осталось только сложить вот то, что у нее на полочке. А так-то в основном сложили. Как будто знали. Вчера. Сейчас, бьем. Вы там подойдете, а потом оттрощили. А они сейчас вещи собирают пока. Так. Два. Сколько у вас? Десять. Два раза бьете? Десять. Десять. Нет, потом. Собрать людей. Сколько надо убрать? Один раз. Один, бей. Нестор, бей. Вещи соберут пока. Подожди. 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 Они вещи собирают. Они же нельзя. Помогите собрать. Вот, я, Лень. Помоги, чтобы ничего не забыли. У нас чисто условно называют. У нас только одной куперики нету, но мы ее найдем, надеюсь. Раньше три дня было сто восемьдесят дней. Это два года мы ездили в Полеске. И поэтому на звонки не отвечаем. У людей много. Помогает Алтайская правда. Свободный курс. Объявления бесплатно печатают. У этого лагеря большая история. Сорид два года. В советское время мы были единственные в Советском Союзе. Единственное. И у нас тут устав. Вот этот вот устав. Это самый главный устав лагеря. Как себя вести. Что можно. Что нельзя. Здесь вот распорядок дня. Вот. Видите, все. Как художники были рисовали. В пятницу костер картошка. Посмотрите, где надо. Детям здесь хорошо нравится. А собираем не. Посмотрите. Там с кем она собирает? Кто помогает? Дима. Мы вчера собрали почти все. Сейчас они только уложат и все. Понятно. Сумку сложат и все. Диня. Это чье полотенце? Сюши. Тут колокола. На склоне знает сколько ударов. Видно, тут колокольчик тоже. Видите. Кому-то беда. Может пьяный. Видите, как раздувать. Глядя баллон. Но мы узнали, что в деревне привезли, повесили. Главный вон тоже. Это серьезно. Вот сколько ударов. А не собраться. Два занятия. Три. А две. Четыре, например, считает Евангелие. Пять. Самое опасное. Это нападение ворот. У вся деревня. Если такое было однажды. Который напал. Скульпили. Слезали от пароля. И все на педагогицу издали. Он через день приехал. Тут просил прощения. Не знаю как. Тут у нас сильные ребята. И деревня есть. Вот дети его. А отец у них глухонемой. Его тамильский тигр назвали. А он в борьбе единоборствами занимался. Ну, парень. Это мужик-то небольшого роста. Он такой сильный был. А мы вышли в кино. А тут осталась женщина с маленькими ребятишками. И он сейчас затеял. Уже сумерки были. Почти сумерки. Он так плохого-то ничего не сделал. А пришел на рыбалку. Там что-то звать. Пить. Ну, то есть. Не то. А уходить ему не хотелось. Пришел свистить. О лагере сняты фильмы. О деревне. Вам такой. Есть визитки? Есть. На кухне, на полочке. Ну, ка, найди. Ну, я кому-то, Надя, отдал целый пакет. Не знаю. У нас большой сайт, большой форум. Мейл.ру. Там наши фильмы. Фильмы о нас государственные снятые. Это Свердловская киностудия. Красноярский филиал документальных фильмов. Он занял первое место на международном кинофонусе. Югославии. На сайте Дарвовский. Ну, те годы еще было. Вот. И второй фильм. Это Злодовался с Потеряевкой. Это как бы моя биография. Он первое место в России замер. Назвали «Искорка возрождающейся России». Здесь не пить, не пить, не материться. Ни здесь. Дети учатся всякому, что могут ремеслу. И специально у них «Хройки и шитья». Они ходят с ним. Вот. На этой стороне там подробно все. Все наши данные. Наш YouTube. На YouTube особенно вы увидите наше путешествие. И про лагерь. И вы увидите Ксению там. Она будет попадать в кадры. Это будет интересно. Это не один ролик, не два. А 1800. Ролики. Видеороликов. Да, видеороликов. Притом такие полноценные, большие. Там по 40 по часу. Очень большие занятия сегодня были. Это уже заснято. Уже через неделю все в YouTube будет. Ну, помощники работают. С разных городов. С обоих флешек надавали, чтобы скидывали им. А они дальше работают. Люди, которые понимают, что мы делаем дело необычное. В том плане, что вот. Видите, стоят даже. Видите, утренний магнит. Во сколько стоят. Где вы видите? Где тут подъем-то? Вот она. 6. 5. А потом полшестого. Уменьшается день сейчас в 6. Мы за солнцем идем. Дети даже увидят восход. И они нормально. Маленькие они еще днем ложатся спать. Для них такой режим уже. Так, ну-ка поскорее. Ваня, сбегай. Можете-то помочь нам дать. Ваня, сбегайте, я сказал. Что сидишь-то? Независимо от того, что в лагере только форму носят. Там пять-шесть человек. Но устав соблюдается. Пока устав соблюдается. Так, а чего не убрали? Так, Игорь, быстрее убери. Вот посмотрите, у нас российский флаг. Мы вешаем по воскресенью. Можете дальше? За крышей, не дальше. По воскресенью. Иди, достань его сюда. Я приверживаю этот флаг и доказываю, лучший не реклам. За всю мировую историю. Это очень легко доказывать. Я много лет делал занятия во всех отделах милиции, в городе, в краемом городском УВД. Три радиопрограммы, радио ГТРК был. В пяти университетах вел занятия. У меня обширная, обширная калинтура. До всех воинских частях. Ну и по неволе. А занятия ведете на тему? Ну, на тему в университете. Это называется о географии и мировой истории искусства. То есть это житейное и толкование Библии. Я с 17-18 лет в ГТУ только вел занятия. Там был и Стегнеев такой. Сейчас там проректор. В Семкин. У нас бывал Бома. А уж и Стегнеев тот не встретил, чтобы не расцеловать ее. Отношения были прекраснейшие. Ну, там заболела. Нет, я. Я в педагогическом, медицинском, сельскохозяйственном. Во всех техникумах десятка школ. Сейчас вот покажут. Это вот Бом, где они ходят дети. То есть, наверное, пора, чтобы работал ходить. Отдельно там городки, площадка играют. Там футбольные, волейбольные ходят. Ну, ничего. То есть, кого спрашиваете, какое там. А когда тогда было, у нас даже на сестре одновременно 120 человек. А это все в частном порядке. Государство не вложило за 40-летний рубля. Тысяча детей побывали. У нас в комплексе вот она, ну, приехала мама, бабушка. Если мы вас знаем, то одновременно каждому своя путевка. И потом она не две недели-три недели, а можно отследить это. У нас в лагерях очень много необычных моментов. Вот таких вот. Даже, да, а теперь почему так много людей пишут? Ну, раньше, вот я говорю, средняя была 108-109. Никто не им играл. Мы приезжали-то с Украины отовсюду. А теперь-то, как цены-то вдарили, ну, и поплыло все. Но мы проигрываем вот в каком плане, что у нас за путевку платить надо, мы же нигде не можем брать. У меня минимальная пенсия 5500 рублей. 100% платить. Хотя наша стоимость полной путевки дешевле в 2-3 раза самой дешевой государственной. Но там-то еще и стоит, платит 90% профсоюза и прочее. А у нас никто. Сами родители. К нам идут те, кто что-то имеет. Или вот это-то не четверо. Это бесплатно. Ну что, там строится. Уже 5-й год бесплатный. Мы где-то добываем. Мне сильно помогает. Вот как медкомбинат. Там такие вот. У нас вот он. Сам. Здесь русские пещи. Вон труба идет. Сам хлеб стряпает. Мы на чем-то где-то так экономим. Что было. Сейчас посмотрим. Вот ее расспросят обиженную или не обиженную при вас. Она станет за вами от меня. Вы простойте будете. Что бывает там из-за страха не скажут. А теперь вот папа защитник рядом. Теперь ты выезжаешь и должна все рассказать. Где тебя обидели, несправедли. Вот отношения чтобы сохранились. И мы вернущие, чтобы друг друга помнили, молились. У нее врагов не было. Она мирная. Что не так, значит, старались поздравить. Слосик, где она? Давайте сюда. Так, теперь ударь кто-нибудь в колокол, прося. Или большой ударь. Это Янафа. Так. Вот сюда собираться надо будет. Вот она рядышком становится. Самая маленькая девочка. У меня самый маленький мальчик. А у меня маленький вот тут. Вот один. Так. Скорее, Келлина. Так, три поклона. Господи, слава Тебя. Нам хорошо было здесь. Защити это место и отъезжающих. Благослови их путь и сделай безопасным. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну, у нас такое дело. Я надену голову. Солошка-то еще. Так, Сюша, иди сюда. Так, мама, ко мне сюда подойди. А папа рядом с мамой. Вот. Я тебя буду спрашивать. Ты теперь меня не будешь бояться. Вот встань с той стороны от папы. Вон туда. Вот я до тебя далеко. Тебя не трону. Так, тебя зря здесь обижали где-нибудь, наказывали. Ты скажи словами, да или нет? Нет. Нет, не было так. А ты кого-то обижала так, что хотелось попросить прощения? Есть обиженная тобой? Может, ударила кого-то или что-то взяла у кого-то? Нет таких? Я вас спрашиваю. Ксюша вам чем-то должна, нет? За платочком. За ней ничего не чистится. Итак, мы отправляем Ксюшу с родителями. Вы ее отец, папа, да? Это мама. Вот. Ксюша уезжает от нас по-хорошему, да? А? Обиженных нет? К ней претензий нет? Ничего у вас она не взяла? Нет. Нет. Сейчас Ксюша должна подойти и 10 раз ударить на любой колокол. 10 раз. Считай только. Иди. Мы будем считать. Потом мы поможем и отпустим ее. Вот она на большое пошла в колокол. Только пальчики не ударь. Аккуратно. Все, бегом оттуда. Она говорит, оттуда надо бежать бегом. Итак, мы сейчас совершаем молитву на путешествующих. Из Ксюши поколейте тут, прощайтесь, обнимайтесь, все. Так, на молитву, Ксюша, останем сюда. Еще раз. Становись. Вот свое место, где было всегда. У меня к ней претензий нету. Не то, что отказ. Они нет, не было. Господи, слава тебе. Ты благословил пребывание Ксении здесь. Благослови родителям в этот путь.